Всем привет, с вами Маша и Юля, и сегодня мы будем пробовать жидкости. Сегодня у нас на обзоре линейка жидкостей Парадокс. И как в последних двух выпусках, мы будем пробовать жидкости по отдельности, а после выполнять наказание. Ну и, конечно же, обязательно досматривайте видео до конца, чтобы узнать, как выиграть одну из таких линейок. Вот такие вот четыре вкуса к нам сегодня приехали на обзор. Как видите, каждая жидкость упакована в отдельную коробочку. Каждая коробочка имеет свое собственное оформление в соответствии со своим вкусом. На коробочке мы можем найти следующую информацию. Название линейки, название вкуса, объем 60 мл, соотношение глицерина и пропиленгликоля 70 на 30, а также всю необходимую информацию по поводу состава и производителя. Кстати, жидкость не содержит никотин. Внутри нас встречают вот такие бутылочки объемом 60 мл, неоригинальная горилла и оформление, соответственно, коробочки. Ну а сверху нас встречает наш любимый носик гориллы. Однако прямо из коробки пипетка уже установлена, поэтому если вы захотите добавить сюда никобустер, вам ее придется конкретно так выковыривать. В целом, линейка выглядит очень ярко, ее очень хочется уже попробовать, поэтому не будем затягивать. Чувствую что-то определенно цитрусовое. Как бы цитрусовое, я бы сказала, что это лайм. Ну я чувствую определенно что-то, что-то кислое, апельсиновое и не только апельсиновое, наверное, лимонное. Возможно, что-то очень мармеладное такое, сейчас я понюхаю еще. Ну вот на запах что-то такое цитрусовое, но не там апельсин или грейпфрут, скорее как лимон и лайм. Ну что-то очень похожее на фрост, но без холодка. Какой-то там был вкус? Там был холлс. И у меня такое чувство, что либо у меня холлс остался здесь, хотя я пробовала на другом устройстве, либо здесь тоже мед, но по запаху он точно здесь присутствует. Ну что ж, я думаю, что это лимон, лайм, ну и, возможно, как бы кислинка какая-то. Так что я, наверное, думаю, что здесь лимон, апельсин и мед. Очень сложно сказать, что здесь, и здесь для меня что-то такое очень... Ну не очень, но неприятное. Я даже не знаю, как это описать. Ну может, что-то табачное даже. Там молочка. Я терпеть не могу, я не знаю, что это. Ну там определенно есть отвратительное молочка и что-то клубничное, но с чем-то еще. Ну сейчас чуть-чуть как-то подвыпарилась, что-то, так чувствую, клубничное может быть. Ну вкус определенно какой-то популярный такой. Может, что-то персиковое на заднем плане такое. Ну типа персик или абрикос. Не знаю, молочка, по-моему, все перебивает. Это абрикос какой-то, то ли не дыня, но что-то такое с мякотью, то ли нектарин. Ну скажу, что это клубника, что-то чуть-чуть такое десертное, ну что-то молочное и какой-то еще фрукт, либо персик, либо абрикос. Ну пусть будет молочка, нектарин и клубничка. Это определенно похоже на клубничный молочный коктейль. Клубничный молочный коктейль это банан, собственно клубника. И я думаю, что здесь есть что-то еще, но я пока не могу понять, что. Но определенно что-то тропическое, конкретно я чувствую клубнику с бананом. Вообще непонятно, что это, но, наверное, там есть клубника опять же. И больше я, в принципе, никаких вкусов различить не могу, но она определенно с чем-то. На вкус она очень вкусная, но при парении есть какой-то странный привкус. Я не знаю, может, у меня дрипка там что-то это самое. Очень сложно сказать, что еще, но мне эта жидкость очень нравится. Как будто бы с чем-то кисленьким, сочненьким, но не назову точно, что это. Может, клубника с персиком. Персик или какое-то сладкое киви. Ну ладно, последний ингредиент, что-то такое фоновое я угадать не могу. Поэтому я скажу, что в этой жидкости клубника, банан и, возможно, что-то такое фруктовое. Ну ладно, если не только клубнику называть, то пусть будет клубника, персик, киви, например. Совершенно очевидно, что последняя жидкость это табачка. Ээээ, да. Ну это что-то шоколадное, как будто шоколад с коньяком с каким-то, с шоколадной крошкой. И как раз-таки напоминает мне пирожное картошку. Или черный хлеб с шоколадом. Что-то такое странное. Я чувствую алкоголь. Я будто глотнула такого очень сильно разбодяжного амаретта. Я не знаю, так это или нет. Пирожное картошка здесь определенно есть. И с какими-то нотками коньяка как будто. Или чем пропитывать шоколад я забыла. Но что-то такое я определенно чувствую. Ну, когда паришь, чувствуется что-то такое карамельно-шоколадное. Поэтому я, наверное, чуть-чуть наугад так поступлю. Я скажу, что здесь амаретта, шоколад и карамель. Может быть, кофе. Если можно больше трех называть. А может быть, еще и табачка. Пусть будут трюфели шоколадные, шоколад и коньяк. Ну что ж, давай подводить итоги и сразу выполнять наказание. Мы решили вернуться к теме перманентных наказаний. Теперь тот, кто проиграет, тот, кто не совсем угадает вкус, или если мы обе угадаем вкус, кушает ложку вот этого. Это острый соус, если что. Соус чили. Очень острый соус чили. Ну что ж, первый вкус. ACDGO. Лимон, лайм, медово-конфетное послевкусие. Юля сказала, лимон, лайм, кислинка. Маша сказала, лимон, апельсин, мед. Я угадала лайм, ты угадала мед. И лимон. Ну, лимон мы обе угадали. Да. Ну, значит, каждая ест по ложечке. Давай. Пахнет весьма остро. Я не знаю, как может пахнуть остро. Че, как кетчуп, так тык-тык, и потом полбанки. На пол. Давай, раз, два, три. Хорошечно бодрит. Ну ладно, можно и без запивона. Ха-ха. Нет. Я просто очень не люблю острое. У меня крылышки какие все острые. Можно замикнуть, как там делается-то. Ох, ну что, перейдем к следующему вкусу. Переходим. Следующий вкус это dolce vita. Персик, клубника, карамбола, ваниль, сахарная пудра. Как это можно угадать? Юля сказала, клубника, абрикос, персик, молочка. Маша сказала, молочка, нектарин, клубника. Ну, с персиком, клубникой я угадала. Ты угадала с клубникой. Да. Молочка там точно есть. Да. И это просто стопроцентная молочка. Это никакая не ваниль и не сахарная пудра. Карамбола. Как карамболу можно угадать? Ты пробовала карамболу? Ладно, я уже накладываю себе. Ну вообще я пробовала карамболу. Да не, мне потом сжога будет, не дай бог. Мне кажется, что у меня уже... Нормально. Водички дать тебе? Тут уже давай. Ну что ж, перейдем к следующему вкусу. И как бы так это прочитать, чтобы наши англоязычные подписчики не обиделись. Пи-уай перфет. Клубничный банановый парфет. Творожно-сливочный ванильный крем. Крем-окислинка. Ну, клубника, банан, фрукты. Клубника, персики. Ну что? Ну, опять, видимо, ты, да. Ой, я снову, снову жюшку открываю. Силач. Давай теперь... Что? Очень интересно, помру я вечером или нет. Очень, очень интересно. Аристократ. Трюфельный шоколад, коньяк, табак, орех. Однако я сказала Амаретто, шоколад, карамель, кофе, табачка. Ты угадала с трюфелями. С шоколадом. С шоколадом. И коньяком. С коньяком. А я угадала с табачкой и шоколадом. Я бы предложила на ум. Давай просто вот. Я чувствую коньяк. Вот просто вот лизни. Коньяк. Хотя вот так, когда пробуешь, потом можно распробовать и правда что-то такое. Каким? Бейлис. Это Бейлис. Давайте в следующем выпуске Бейлис. Видите, кто проиграет. Ой, какое ужасное наказание. Боже, я так его не люблю. Я душу. Наверное. Ну что ж. Приятного аппетита. О, спасибо. Я прям чувствую себя этим перчиком из плэнс все зомби. Я не могу так противопищать. Ну что ж, давай приступим к подтверждению итогов. Что ж, мне линейка в целом весьма понравилась. Мне все понравилось, кроме молочки. Потому что я ее не приемлю, не люблю. Но это мое личное дело, так что. Мне больше всего понравился вот этот вкус. Потому что здесь я чувствовала конкретно вот клубника, банан. И вот это вот все вместе, как такой молочный коктейль. Да, коктейль. Не знаю, мне понравилась вот эта вот картошка. Которая трюфельный шоколад с коньяком. По-моему, она необычная. То есть это и не кондитерка, и не фруктики. Что-то такое. Еще, кстати, очень необычно для меня. Мне понравилась вот эта кислая жидкость. Лимон, лайм и всякое там вот это вот все. Мне обычно просто цитрусовый очень не нравится. Вот это прям понравилось. Но мне она показалась похожей на... Фрост! Мне она показалась похожей на фрост. Во фросте там прям чувствовалось, как мандарин, вот эти вот карамельки. А здесь... Я почти то же самое чувствовала. То есть и мед, и лимон, и лайм, и апельсин. Я здесь меда вообще не чувствовала. Нет, мед я почувствовала. Он особенно в запахе чувствовался хорошо. Ну, только холодка что нет. А что мне не понравилось? Мне не понравилось. Вот это да. Чиви-то. Это совсем. Как-то вот не поперло. Хотя во вкусе заявлено, что молочки там нету, по-моему. Сахарная пудра во вкусе. Ваниль, сахарная пудра. И карамбола. Но тут даже на картинке вот я не знаю, что они тут употребляют. Нет, но они вряд ли сахар... Ну, может, они тут нюхают сахарную пудру на самом деле. Она из капает. Выглядит непристой. Ну да. Ну, давай сделаем свой топ. И на этом, наверное, будем закругляться. Давай. Первый идет фиолетовое. Потом зеленое. Потом вот это вот. И потом красное. Вот. Вот отсюда начиная. Вот такой вот у меня тоже. А у меня, наверное... Ну, на первом месте аристократ. На втором как раз лимон. На третьем парфиат. Ну и на последнем, естественно, вот это молочек. Ну что ж, и теперь давай расскажем зрителям, как же можно выиграть линейку этих жидкостей. Ну, если они еще сами не знают и не смотрели наши прошлые обзоры. Две линейки данной жидкости мы разыграем на нашем YouTube-канале. Для этого надо быть подписанным на канал, поставить лайк под этим видео и в комментариях оставить ссылку со своим ID ВКонтакте. Еще две линейки мы разыграем в нашей группе ВКонтакте. Для этого надо быть подписанным на официальное сообщество Папирос КРФ и сделать репост записи с розыгрышем. Но на этом время прощаться. Не забывайте оценивать видео и писать комментарии. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. Ну, а с вами была Маша и Юля. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok